Ребята, всем привет! Мото-пуни продолжается Сегодня мы поговорим о такой теме Я вот хочу затронуть Какой мотоцикл все-таки выбрать Карбюраторный или инжекторный? Бывает так, что в одной ценовой категории Попадается и карбюраторный мотоцикл, и инжекторный И как бы хочется и то, и то И человек думает, блин Состояние, в принципе, почти одинаковое Бывает даже карбовый мотоцикл Вообще в хорошем состоянии Но все мы понимаем, что карбюраторы Это уже устаревший век Конечно, карбы дают пизды, если так сказать Как говорил Артем Болдырев Да, конечно, царство ему небесное, Артему Блин, очень жаль, что вообще прям так неожиданно Ушел из жизни Блин, до сих пор даже пересматриваю его видосики Блин, вообще Очень жаль, конечно, очень жаль Вот, ребят, ну, в общем-то, рассмотрим такую тему Карбы или инжектор Вот, ребят, смотрите, в чем отличие Итак, ребята, все мы знаем, как выглядят карбюраторы Вот так вот выглядит инжекторная система питания двигателя Вот у нас дросселя Видим мы здесь Первое, подача бензина Это топливный желанк высокого давления Он у нас везде закручивается на вот таких соединениях Очень таких надежных и прочных В общем, бензин поддается в рампу А после рампы идет форсунки Мотоцикл Honda CBR1000RR оснажена двумя рядами форсунок Это вот первый ряд нижний Он работает всегда А второй ряд еще установленный в коробе воздушного фильтра Он подключается после 5500 оборотов И, соответственно, расход у вас возрастает моментально в два раза Это как минимум в два раза Ну, когда вы, конечно, давите за 200 За 250 вы едете Вы просто уже, вам не важно расход топлива Дальше Эта вся система также синхронится Но она синхронится намного реже Система вот эта вот, что я показываю Здесь идет охлаждающая жидкость И вот этот вот шток Это своего рода термостат расширительный По мере прогрева Вот этот шток начинает выходить И тем самым закрывая воздушное отверстие Вот, ребята, вот здесь вот Закрывая воздушное отверстие Она работает в паре И тем самым у вас падают прогревочные обороты Когда уже мотоцикл прогревается Этот шток выходит, выходит Воздушные каналы закрываются И мотоцикл работает на холостых оборотах Уже, как вы его отрегулировали Также, правда, не на всех моделях Есть вот винт холостых оборотов Вот он идет Так же, как, в принципе, на карбюраторных В общем, ребят, вот такая вот система Здесь стоит датчик То есть, этот датчик измеряет вакуум Во впускном такте Ну и, в принципе, ребят, здесь Датчик положения дроссель Заслонок еще вот имеется Вот он здесь вот Так же подключается И, в принципе, все Так же два крепления Тросика подачи газа И тросика обратки газа Ну и, в принципе, ребят, все Вот она вся система Больше здесь ничего нет За место карбюратор Вот это вот так вот устроено Так, идемте дальше В общем, ребят, это я еще не мыл Я еще не занимался этим Как вот снято с мотоцикла Все грязное, так оно и лежит Ждет своего часа Так, дальше Вот она, ребят Самая такая вот Тема инжекторного мотоцикла Это очень большая проводка Но сейчас она выглядит Очень аккуратно Ну, практически так Аккуратно Для меня она уже выглядит Практически идеально Потому что я ее перемотал Вот кучка изоленты старой Всего лишь вот такого-то треска Ну, таких кучек было, наверное, 5-7 Ушло очень много изоленты Всю проводку проверяю Все-таки мотоцикл, как говорится, не новый Все-таки проверяю всю проводочку Были некоторые, как говорится, такие тонкости То, что когда выходит проводок Из общей косы И вот здесь вот Как бы были такие прям Переломы проводка Но сам провод целый Также пришлось замотать изоленты И маленечко укоротить выход Кое-где просто обрезал провод И спаивал на новый Вот, было таких, наверное Ну, косячков За такое время Ну, косячков 5 где-то было С проводками Вот это вот я все исправил И продолжаю идти дальше Здесь у меня уже все перемотано Как видим Здесь уже все аккуратно И вот сейчас я буду идти все ниже и ниже Здесь я буду тоже все проверять Все визуально Или прозванивая тестером Ну, тестером я прозванивал только те провода В которых я сомневался В общем В общем, ребята Вот как-то так вот Такая вот система Инжекторного мотоцикла Так что, ребята Выбирать вам Здесь тоже Блок предохранителей Блок реле Здесь также датчик Разрежения Вот он Датчик Во время Когда вы двигаетесь на мотоцикле Этот датчик измеряет Разрежение Здесь А вот здесь В этом бочонке Создается вакуум И он у вас На впуске Открывает Такую дроссельную Заслоночку На каких оборотах Там вот На холостых Она закрытая там почти Когда вы там газуете Она Сейчас вам покажу Убирать, конечно, ребят Конечно же, вам Это уже вы Сами определитесь Но для меня Я просто Всю жизнь Практически Имея дело С карбюраторами И я уже просто В них Ну Практически Ну, не буду говорить Что все знаю Это будет неправильно Ну, очень много знаю В карбах И просто Ребята, знаете Я вот просто С ними Если честно Чтобы их привести В рабочее состояние Чтобы их отрегулировать Прямо в идеальное состояние Прямо в идеальное Или как-то Или как-то Доработать На это нужно Не одна поездка Это нужно Проезжать Выкручивать свечи Там Снимать бак Выкручивать свечи Убавлять уровень Крутить винты Потом синхронить Потом опять Проезжать Снимать бак Короче Это очень трудно Очень Как сказать Ну, очень много Мороки Пацаны Я вот По поводу Карбюраторов Как бы Все Блин Отхожу Короче От этой темы От карбовой И вот Ну, блин Мир Как говорится Идет вперед Нужно все-таки Блин Давным-давно Пора уже Пересесть на инжекторный Мотик Ребята И вообще Ездить И не париться Не париться Понимаете Ну, конечно За парки Везде есть Но все-таки Поменьше Чем с карбами Хоть вот Я просто К этому делу Подхожу Немного иначе Сейчас перебираю Мотоцикл И Соответственно Всю проводку Вообще Всю-всю-всю Я все просматриваю Чтобы у меня В дальнейшем Не возникало Никаких проблем В общем Пацаны Короче Как-то вот так вот Да Еще вот такие Вот У меня Мотобудник Короче Движок Регулирую клапана Буду Вернее Регулировать По мере Зазоры На выпуске Должно быть Блин 0,25 А на впуске 0,16 Но я буду делать По верхней границе На выпуске Сделаю 0,30 Пам-пам-там Палять Ребят Извиняюсь Заман Блин Что-то уже Сегодня целый день Вот за 12 Как вышел Заниматься проводкой Сейчас 10 вечера Заходился Больше раз Поел Что-то уже Начинаю Доспинаться Вообще Просто жесть Короче Сделаю Выпуск 0,30 А впуск 0,20 Ну Я уже Это все проверил В другом мотоцикле Все это будет работать Плюс-минус Там допуски имеются В мануале Имеются допуски Плюс-минус 0,3 И это Тем самым Тем самым Получается Если вот По этим максимальным допускам Впуск 0,19 А выпуск 0,29 Что-ли Что-то такое В общем Короче Ребята Это уже тонкости Идут В общем Короче Как-то вот так Вот Такой вот Движок В общем В принципе Простой В принципе Вообще Какие-то писали Там на хондах Типа там Движки замороченные Вообще Простой движок Вообще Блин Сейчас вам покажу Чтобы элементарно Блин Поменять цепь ГРМ Да Просто нужно Снять клапанную крышку Которая крепится На четырех болтах Раз Раз Два Три Четыре И Снять Верхний успокоитель Открутить натяжитель Два болтика И Открутить Вот этот вот болтик Обгонная муфта Снять И все Вы можете поменять цепь Без проблем Без проблем Ребята Не надо вообще Заморачиваться С коленвалом Как вот На старых мотоциклах Да Где вот В основном цепь идет Вот посередине Там же такая Ну морока Там блин Вообще Или люди ее там Расклепывают Потом склепывают Вообще А здесь просто Элементарно И все готово Далее Вот еще там есть цепочка Масленного насоса Она меняется Вообще Где-то вон Сейчас я вам покажу Вот она Она меняется Вообще Очень просто Откручиваем корзину Откручиваем Вот здесь Ну в принципе Ну да Откручиваем Звездочку Вот эту И меняем цепочку Все Дальше Ребята Скажу еще проще Как отремонтировать Коробку Или снять ее Так же Выкрыть Корзину Открутили Там несколько болтиков И коробочку Вытащили Ну соответственно С той стороны Надо будет Открутить Звезду И все Ребята Ну просто Вообще Мне кажется Это блин Хороший Движок Хороший Двигатель Очень простой Не знаю Для кого как Но для меня Блин Очень простой Движок Я бы ничего Такого Не сказал Все очень просто Так что Ребята Так вот Подписывайтесь Вот сюда Жмите Подписаться Все Ребята Всем удачи Всем пока Завтра 1 апреля Ребят Блин До 1 апреля Мотик У меня До собрать Не получилось Даже Блин Завести Его Но Теперь У меня Вот эта Дата Откладывается Наверное На 5 Блин А если 5 Не получится Ребят Дальше Я уже Говорить Не буду Ничего По поводу Заводки Буду Блин Уже Просто Сниму Видюху Когда Заведу Все Ребята Всем удачи Всем пока Субтитры Субтитры Субтитры